здравствуйте дорогие мои друзья не все кто зашел на мой канал вот этот пакетик мне подарила знакомая и вот что в нем находится представляете вот это вот не знаю драгоценность этот клад у меня столько эмоций от этого всего что хочется мне конечно поделиться с вами и сделать обзор этого пакета здесь довольно таки много коробочек мешочков и мы посмотрим с вами что здесь находится и наверное это будет нескольких частях наверно в двух ну вот начнем мы сегодня вот этих больших контейнеров и пакетика посмотрим что в нем находится я конечно уже предварительно все посмотрела но еще раз я тоже буду смотреть как в первый раз у меня потому что эмоции зашкаливают давайте начнем с этого пакетика берем пока это все в этом пакете вот находятся вот такие шнурки вот хочу показать бархатные такие шнурки на которые можно вешать подвесочку вот их здесь конечно довольно таки много щит супер 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 я я просто я в шоке от такого подарка это просто действительно рождественский подарок я очень благодарна этому человеку просто она раньше когда-то тоже занималась украшениями сейчас так как зрение у нас у всех улучшается за годами и она не может уже этим заниматься и решила подарить мне вот видите сколько два четыре шесть восемь девять таких вот шнурочков и один я уже использовала очень классные вообще то что надо спасибо ей большую за это и вот такие шнурки конечно я еще не знаю что я буду с ними делать вот здесь чем здесь целая куча вот таких шнурков тоже они такие бархатные не буду считать суперские шнурки что-нибудь придумаю дальше начнем вот с этой коробочки откроем ее вместе посмотрим тоже тут заклад еще не открывается смотрите извините вот смотрите это конечно винтаж вот фурнитура конечно уже от времени произносилась постерлась что мне вот здесь не нравится вот эти швы на бусинах и как их можно потом использовать с такими швами я не знаю может быть у кого-то есть опыт кто-то знает как их можно вот убрать или так оставить напишите мне пожалуйста бусины крупные красивые хочется что-то сделать из них но вот эти вот швы на них конечно подручают всю ситуацию так и вот эти бусины тоже крупные наверно два с половиной сантиметра это же эти швы если вот их перекрасить будут они видны девочки нужен ваш совет пожалуйста а то прямо расстраиваюсь из-за этого что их нельзя никуда использовать как бы оплетать я не оплетаю а вот в таком виде конечно использовать их нельзя жду ваших советов вот такие бусины это нитка пластик цвет шикарный серебристый даже не знаю как его назвать но вот видите цвет такой сейчас супер супер я в восторге вот такая нитка бус фурнитура конечно не фурнитура вот эти бусины они потерлись золотые это тоже пластик на свет прямо внутри какой-то вишневый цвет я думала что черные нет вот на свет под лампой внутри какой-то вот видите красный цвет а я думала черный вот так вот тоже пригодятся и мы море проволока для браслета вот смотрим дальше вот этот пакетик здесь конечно история похуже но бусины вот эти шикарные вот смотрите они тут соединены такими штучками как наши вот сейчас современные восьмерки но это тоже старые бусины и тоже с такими живот полосками вот видите и как их использовать не знаю может зашлифовать может даже не знаю что и такой цвет классный такие они прозрачные внутри пустые вообще шикарные бусины но но что с ними сделать не знаю деревянные бусины тоже большие сейчас как-нибудь надо что-то не все вытаскивать а покажу так вот такие есть потертости но если большие шапочки ставить то это может и не видно будет тоже шикарные не знаю как их реанимировать подскажите ну вот это совсем старые их можно выкинуть а вот эти большие шикарные вот еще такие есть но тоже потертые видно лак уже сошел каких-то места так что мне все равно все нравится все это сейчас я высохлю на что-нибудь чтобы посмотрели здесь даже есть бумажка она сказала что все покупалась торговом доме севастополь это кажется она варила мурановское стекло даже не знаю как показать вам поближе вот такая штучка вот такая и вот такая сейчас я попробую на пинцете показать как это будет выглядеть вообще не знаю даже вот это вот ну не знаю что это это какой-то или фрукт или овощ что-то непонятное вот это или виноград зеленый вот не знаю как как показать вот а вот это тоже не знаю что это что это за ягода не знаю прямо хочется чтобы вы мне сказали чтобы вы подсказали может у кого-то тоже такие когда были что это что это прям не знаю к чему склоняться что за фрукты и овощи скажите пожалуйста может это и яблоко красное не знаю и вот такой пакетик с ними надо тоже что-то сделать куда-то их употребить так так с этой коробочкой у нас все так вот эта коробочка сейчас мы ее откроем вижу цепи извините конечно за шум тоже золото бриллианты прям как царь кощей все это все такое интересное о это даже ремень вставляете вот она пряжка такая и не облезла вставляете какой металл хорошая обработка и цепь сейчас очень модно крупные цепи можно использовать ее в украшениях еще какая-то пряжечка вот это все прикреплено как одно украшение сейчас посмотрим вот тут карабин монетки такие вот и цепи одна вот основная не основная одна покрупнее с монетками и две таких вот потоньше ну тоже я думаю что все пригодится у нас в хозяйстве красивая так и тут что-то еще еще одна цепочка тоже с монетками так это кусочки тоже нужная вещь вот еще какая-то как кисточка но это уже другая история это к нам не относится хотя все может быть цепочка вот такая это карабин тоже все нужны вещи вот такая цепочка и хорошо все сохранилось представляете вот ментал такой хороший еще это еще тоже как первая цепочка тоже крупная с монетками карабин такой же кусочки кусочки тоже что-то наверное пытались сделать что-то отдельно цепь тоже даже штифт есть можно в бусину его вклеить такая тоненькая цепочка пряжка еще еще кусочек еще кусочек и вот целая куча и вообще я думала это много цепочек а это оказывается одно украшение вот видите так что его тоже можно использовать и так ничего с ними не случилось цвет не облез краска все супер можно по-другому как-то соединить вообще так хорошо такое украшение суперская класс но я думаю вот на этом мы закончим сегодняшний обзор первой нашей части следующий раз я вам покажу все остальное